всем привет в часе пол девятого утра уже за секунду 200 человек в месяц небе слишком жесток а самочувствие у меня отличное хорошая не сплю потому что я не сплю потому что я уснула очень рано проснулась в 6 утра на карантине я уже у меня пошла 3 неделя как я вообще не выхожу из дома вот но сегодня я хочу просто на машине поездить по городу ну типа не выходя у меня там бензин ой боже сколько вопросов сколько с утра уже боевой раскрас заходите в stories и смотрите что без боевого раскраса просто я наконец-то хотел захотела накраситься сесть в свою машину и проехать просто в машине у меня бензин заправлен вот поэтому просто хочу проехать послушать музыку поехать по городу просто не шутки в москве вы да уже в виде вели по моему завтра уже будет введен комендантский час вот как ты все живешь три недели читаю читаю смотрю что-то познавательное общаюсь с друзьями по видеосвязи с мамой какие-то идеи своих голове гоняю я проснулась в 6 утра вам родственники друзья не приезжали за три недели я никого не пускаю к себе потому что я не знаю с кем кто мог контактировать не знал что ты такая паникерша но если ты долбоеб или долбоебка не паникуй иди блять с моста спрыгни блять что под ним дураком в этой жизни меньше стало у меня мои знакомые лежат в реанимации в коммунарке поосвобождали сейчас хилтон и мариотт хилтон и мариотт для того чтобы больных туда положить потому что все больницы забитые вот у знакомого у меня вся семья докторов и просто обычное отделение освобождают освобождают для того чтобы туда зараженных перекладывать с чего взяли завтраками блять какие вы долбоебы боже вот можете если вы долбоебы не заходите ко мне в прямой фирме в прямом эфире пусть будут нормальные вот вот как можно написать всего вы взяли что завтра комендантский час я сейчас говорю о конкретно городе москве а я видела сама лично в электронном виде документы которые написаны скольки до скольки с пяти до восемь с пяти утра до восьми вечера можно будет как бы передвигаться да но много говорят сидите дома ну то есть что за долбоебы это ну а наш народ блять не победим вот реально вот пусть вот не знаю пусть меня бог просить но пусть передохнут вот эти дебилы блять которые которым похуй на все почему из-за каких-то дебилов вынуждены нормальные адекватные люди сидеть дома потому что блять это все распространяется из-за дебилов привет дорогой только знакомую да у меня полкоммунарки знакомых блять лежат эти дебилы пижут и паникерша девочка не матерись таком количестве я хочу им отец и долбоеб есть человек долбоеб я буду говорить что он долбоеб все идет в парках так ты понимаешь что ввели когда когда сказали что типа как бы каникулы ну понятно что что подразумевается под словом каникулы эти дебилы блять пошли шашлыки жарить как можно вот блять вот реально вот как бог таких носит вот реально скорость чес ведут я вам вот по я помню даре поздравить меня не забуду 30 даре сегодня 29 а вот как можно быть такими тупыми такими глупыми не понимать обычных вещей я когда выходила в прямой эфир когда я в закон когда я закупаться продуктами ездила и говорила что ребята то не шутки все мне писали а это ты дура да это все хуйня да это то да это то замула ну ты опять хочешь чтобы я тебя заблокировала в прямом эфире или чё вот и когда сейчас у меня никогда реально сейчас такое количество уже больных и зараженных это понимают единицы я тебе отвечаю ну если у тебя с головой не лады замула чете сказать у слова хоккеиста мои поздравления давай если чё тут москва всех принимает в коммунарку ремонт начал думаю я тоже кстати это перестановку сделала и короче тоже какие-то такие домашние дела делаю уже чем-то себя занимаю всем угу чем угодно только куда собралась я в своей машине просто поезд поеду вот вопрос еще один сколько ты будешь на карантине пока долбоеба все не передохнут этот я блять не выйду не я не приклеивала ресницы это мои уже отросли поэтому давай замула не умничай хорошо алик зол на бою что алик вообще с аликом это у меня отдельный разговор я очень на него злая и на ваню и на него потому что ну ваней то сейчас присел как бы на жопу а вот алика что-то понесло спарни верно блять у меня сейчас если бы муж даже мой где-то бы был бы блин я бы мужа домой бы не пустила бы не нервничай лучше расскажи про зараженных знакомых а что рассказывать некоторые с куршевеля прилетели попали в больницу с двусторонним воспалением легких в реанимации некоторые просто у некоторых соседи поздражали у меня здоровье отлично все в порядке на учебу заставляют ездить убила у тебя не будет мужа проститутка проститутка ладно не хочу сейчас оскорблять просто уважаю взрослых и мама не виновата что родилась такая такой чучело красивая ты будь здорово спасибо огромное ввести штраф нужно все дома все эти не вылазить да однозначно нужно наказывать либо либо рублем наказывать либо блять сажать нахер приказ о комендантском часе является фальшивкой а ты блять ну я наверное знаю от кого этот приказ и как это и через кого это все пошло ты наверное самая умная или самый умный что думаешь по поводу особо умных людей выехавших на шашлыки но я же говорю я нельзя так говорить но и пусть блять вот лучше бы по передыхали у такие дебилы блять чтобы потом нормальные люди которые случайно за ту же ручку двери блять возьмутся за которую они выбрали и потом попадают в больницы одеваешь 1 раза перчатки для буш выходе зома нет у меня спиртовой раствор у меня специальное средство для я в нос вдыхаю в обеззараживающее плюс у меня антисептик плюс я все обрабатываю и не берусь за ручки абсолютно то есть я вот так открываю это между три недели я вообще третью неделю я не выхожу абсолютно из квартиры красиво людям нечего дела гадости писать да ради бога пусть пишут поначалу все смеялись сейчас уже не смешно вы же меня не слушали когда я выходила и говори в эфир и говорила что на днях машина эфир вела вот и долбоеб или долбая водка вот когда я эфир вела вот скажи когда эфир я ввела я эфир в эфир уже не выходила в эфир почему на глазах такие с толстые стрелки но лучше меня будут толстые стрелки чем как у тебя толстая жопа мне очень понравилось очень мне так захотелось и мне так нравится лера сейчас самоумно ты распространял фейк ночь про вертолеты что распылять буду давно это причем здесь фейк вертолеты того что у меня знакомые в коммунарке лежат когда да я украинка да мне тогда скинула мама информацию я на всякий случай предупредила ну то есть это же не не фейка это не такой фейк да ну не выходи не вышли бы люди вечером на улицу что-то бы случилось ничего не случилось бы поэтому это ничего здесь нет бережен а бог бережет я узнала информацию ко всем не скину кто продукты привозят я уже я закупилась продуктами на очень долгое время у меня все есть у меня 150 литров воды холодильник забит весьма замороз знакомые которые болеют да я говорила у меня много знакомых лежат в коммунарке почему у тебя столько злости блять почему у тебя столько тупости что вот че вот честно вот опять же говорю вот нельзя так говорить вот когда мне пишут вот что это за хуйня ты пишешь вот блять вот хочется так вот такие за таких долбоебов не страдали нормальные люди вот нельзя так говорить понимаю свою голову но меня тупость это просто вымыкает алкоголь купила я на всякий случай купила водку ну и чтобы ну типа спирт потому что спирта уже нигде нет и красное вино вот и все ну красное вино я купила красное вино купила для того чтобы ну как бы если чем глинтвенчик будет сварить вот так все что собака дома срет у меня собака блять у меня и тебя блять поэтому у меня собака срет блять в одно и то же место а я спокойненько убираю а это меня раздел хэппи так пива нет не купил зачем она мне надо можете надо накупать начесать котенок он что-то на полу там тусуется с хэппи ревновать будет такая злая ужасно если вы так считаете то считайте хули оскорблю так ты хулькать будешь у себя в селе блокируем мусор как выкидываем ругаешь что-то материшься раньше себя так не я всю жизнь материлась и всю жизнь нахуй послала из мечет не нравится а вот так что хотела сказать а мусоришь говорю я плачу деньги консержкам не консержкам выносить я выношу она забирает вот с не скучно самой зачем мне будет скучно понятное дело что мне хочется домой не хуй ой домой господи из дома выйти мне хочется разнообразить свою жизнь я отказываюсь от съемок я отменяю все поэтому конечно приятного мало вот линзы свои какие мне линзы мне свои глаза где реснички блин там же где и ногти идеально наручные ой наручные накрашены это кстати мои ногти кольцо на пальцах у меня татуировка я все кольца за браслет и все сняла я не хочу в доме ходить с этими с тяжестью на руках так отличаться поправилась да нет злой всю жизнь тебя обидела до стих здесь никого я злюсь боже кого обидела жизнь господи такие вы идиоты так осенью связал за кореша в лучшем случае да да думаю эта история надо главное давайте не об этом не хочу а вы курите да курю дома на карантине три недели уже время провожу уже говорила читаю смотрю что-то книг себе накупила спортивный инвентарь накупила вот развлекаюсь как могу про уход дома за собой а ничего сверхъестественного вообще абсолютно я не как там единственное что там домашних условиях делать это маски гидрогелевая вот а так просто шампунь кондиционер шамочка давай с тобой поговорим дайте подключу от ими кинул или неким не помню доброе утро доброе дорогой добрый а я вчера рано уснула очень я хочу сейчас есть машину покататься по городу а ты чё ты куда у понятно дала не работает все равно да москву не работает понятно я знаю что вы были с мазепином в этом не алик рассказывал ну да да чтобы сидеть да куда прилетая карантин и я дома 3 неделю шамплю конечно заманчиво предложили так ты слышишь шамп шампчик блин у тебя видимо связь пропадает ну слушай дай бог слушай шамп давай хотя бы дождемся когда он у нас падчо пойдет но пока все не успокоится я никуда потому что я не хочу рисковать у меня в коммунарке знакомые уже лежат понимаешь поэтому все ушам и интернет пропал до шампочка красиво шампочка это у нас шампочка любовь так мой делка хочу быть да не надо не создать себе дело надо быть самими собими реально да я не боюсь заболеть я блять знаю что слушайте меня боженька оберегает просто суть в чем я хочу помочь людям которые при подождите у меня